друзья всем привет что в этом видео в этом видео я хочу начать знакомиться с blazer я скажу честно я его практически не знаю все время пока он развивался он развивался достаточно давно уже больше трех лет и вот наконец-то вышла версия dotnet 5 куда blazer уже официально включен как часть этого фреймворка и в общем он имеет два варианта сервер и собственно говоря веб-ассембли но я считаю что веб-ассембли еще достаточно сыроват хотя конечно можно что-то нам делать пытаться я хочу изучить blazer я хочу чтобы изучали вас со мной буду изучать все и показывать примерно как это работает собственно говоря чтобы вы могли это использовать своих проектах ну и у меня задача переписать мой блог уже на blazer я буду писать его на blazer сервер потому что у меня будет api и в общем то вот я начну его изучать компонент за компонентом буду решать определенные проблемы и задачи и в общем то этим хочу с вами поделиться если вам это интересно подписывайтесь на канал будем изучать вместе задавайте вопросы будем искать решения варианты ну в общем на самом деле сейчас пока у блазера достаточно много проблем например веб-ассембли очень трудно или практически даже невозможно сохранить в local storage конечно есть механизмы которые могут использовать сторонние да то есть так как у нас blazer подразумевает использование js системы то есть мы можем использовать js файлы то собственно говоря нам теоретически ничто не мешает но это сторонние компоненты а кастомные реализации они как вы знаете ну не всегда работают ну и в общем давайте не будем затягивать долго это вступление давайте переключимся и для начала посмотрим что у нас собственно говоря появилась в этом blazer и так версии 5.0 который вышел буквально 10 числа 10 ноября 2020 года вышел собственно и blazer ну и в общем то надо ничто сначала дот нет теперь изначально поддерживает blazer сервера бразил blazer веб-ассембли из коробки blazer получил огромные улучшения по производительности более чем в три раза по предпо сравнению с предыдущей версии которая была версии 3.1 более того появилась такой понять как виртуализация то есть большие объемы компонент большие объем компонент виртуализация который теперь может большие объемы данных до виртуализировать и они загружаются по мере отображения на юае собственно говоря они могут как кэшироваться так и загружаться заново если вы допустим листаете постраничный текст также появилась очень важная особенность которая называется jss и ксс изолированность то есть на каждой странице можно изолировать ваш javascript и собственно говоря css и это на самом деле дает большие плюсы и но мы их обсудим чуть чуть попозже также появились новые компоненты например и файл input который позволяет загружать файлы ну и в общем то появился авторефреш который собственно при разработке ну очень сильно помогает то есть вы включаете вы пишете какое-то изменение в коде нажимаете сохранить ваш браузер авто перезагружается видите изменения очень удобно ну и надо сказать что появились много количества партнеров они начали делать на blazer свои компоненты например телерик например там дэв экспресс на самом деле очень много и у каждого есть своя реализация этих компонентов я опять же не сторонник этих используя компонентов я как бы привык все писать сам но это неважно факт то что они появились а значит они доверяют microsoft собственно этому blazer и вкладывать в него ресурсы человеческие значит это будет надолго ну и в общем то появился тот самый защищенный браузерный сторож который работает я нашел пока только rc2 то есть релиз кандидат 2 но скорее всего он уже скоро выйдет в релиз и работает он на blazer сервер я также увидел что появился анализатор совместимости с браузерами то есть blazer теперь не просто запускается в чем попало вернее в какому попало браузере а теперь он еще понимает каком браузере проверяет совместимость на использование также появились пререндер улучшения но это такая более глубокого уровня информация это сами разработчики пишут на сайтах самого blazer ада там в узких крудах да это она сильно улучшилась и по производительности опять же скажу очень сильно шагнула но такое понятие как лези загрузка модулей то есть вы можете запустить приложение а при открытии какой-то страницы загрузить этот модуль лези да то есть ленивая загрузка то есть отложенная можно сказать загрузка тоже на самом деле улучшает производительность первую очередь ну и позволяет загружать то что вам непосредственно нужно они весь сам blazer целиком ну и давайте откроем создадим первый проект в блэзере потыкаемся как бы в общем поиграемся сделаем какие упражнения ну и постепенно будем его накидывать новыми штуками поехали итак давайте создадим новое приложение я называл его blazer up exercise и поэтому у нас как бы уже преднамеренное использование упражнений да я не будем создавать какие-то там супер навороченности просто потыкаюсь вообще как-то работает как-то использовать но и надо сказать что я уже говорил что blazer web assembly она на самом деле на мой взгляд еще пока ну достаточно сыровата хотя конечно уже можно делать проекты но некоторые нюансы встречаются когда начинаешь более глубоко копать поэтому я пока это откладываем не думаю что в инфраструктуре при создании будет в архитектуре какие-то разницы чтобы там прям диаметрально противоположный ключом момент где он хостится ну и я буду использовать blazer сервер об и как вы видите у меня уже установлен из деке версии 5 0 я выбираю 5 0 нажимаю create ну и вот собственно говоря это самое приложение давайте для начала давайте я выберу project то есть кастрел и запущу этот проект ну и как вы видите запустился это стандартный шаблон собственно говоря точно такой же у вас появится если вы будете в по 7 для использовать здесь буквально три странички на которой counter стоит и есть fetch data это эмулятор который как бы читает данные из файла джейсон но надо сказать что все на самом деле выглядит достаточно стандартно для подобного рода технологий но тут ключом момент в том что сам код можно писать непосредственно прям на си шарпе это большой большой плюс собственно говоря мне поэтому сильно нравится silver light теперь мне будет я так чувствую что очень сильно нравится blazer ну давайте посмотрим с чего состоит проект и так что у нас здесь есть у нас здесь есть приложение которое состоит из обыкновенного sp.net core а то есть вот тот самый всем уже знакомый стартап давайте уже я его там прям сразу почищу не настолько конечно сильном у нас есть конфигурация у нас есть конфигура сервиса с конфигура а собственно говоря есть маппинг вот у нас есть blazermen у нас есть также и blazerпэйджей // ну и собственно говоря сервиса blazerusell да то есть тот самый который собственно говоря как бы регистрирует нужные необходимые депенденции которые на наших страницах на потребуется и мы их сможем собственно игры использовать есть и такой вот сервис который эмулирует выдачу температур по разным случайным данным и конечно тоже воспользовать не будем и на самом деле это не важно есть у нас папка www root куда складывается все для того чтобы статичные файлы запускались именно отсюда есть bootstrap предустановлены есть иконки которые microsoft почему-то на пацану но не важно есть вот этот самый сервис есть объект который data transfer object dto если хотите который как бы наполняется данными ну и сам сервис там эмулирует и используется он буквально вот на этой страничке вот вот инжектится этот сервис ну в общем все красиво на самом деле очень сильно напоминает первые mvc особенно по образу и подобие когда появился razer ничего не понятно много интересного ну надо сказать что здесь на самом деле очень много всяких вкусных полезных вещей так давайте для начала я отключу показ ошибок для разметки css и вот таким вот образом еще все сохраню ну из чего начать но не знаю обычно я начинаю например с чистки профиля да как бы не обязательно но есть почистите будет чисто в общем чисто не там где убирают а там где не ссорят ну и поэтому давайте посмотрим из чего состоит проект и так у нас есть самая главная страница app razer и надо сказать что на нее входит система именно из сейчас скажу где файл воу из вот сюда хост это самая главная страница в которой установлены все необходимые зависимости вот это кстати очень хитрая штука microsoft придумал надо сказать что это и есть bundle из css вот это название проекта и он автоматически собирает все классы в одну штуку такого файла естественно нет и мне об этом показывает visual studio что здесь еще здесь еще есть фреймворк blazer server js который собственно говоря где-то там фоне запускается его можно собственно грамм в определенный момент увидеть если подобраться к нему но для нас то принципе не принципиально да пусть пока будет так и так что у нас есть у нас есть компонент который называется ap и который рендерится на сервер ну вот это на самом деле чем фишка мне очень нравится потому что сколько бы не рассматривал использование спа для своего блога например то все сводилось тому что напишешь блок и про него мало кто будет знать потому что все рендерится джейси и собственно говоря не как-то seo оптимизация не работает а здесь сразу же сервер при рендере включена и мне это очень на самом деле нравится в общем поэтому я в ближайшее время начну переписывать свой блог но для начала нужно конечно изучить но и у нас входная точка соответственно хост здесь есть у нас от приложения ну-ка и в 12 до работает переход на него то есть референс здесь у нас есть компоненты давайте сделаем чуть-чуть покрупнее надеюсь видно у нас есть роутер это встроенный компонент да смотрите компонент роутинг роутер у нас есть фаунд это видимо тоже роутерская какая-то штука да есть у нас layout view компоненты надо сказать что они интересно подсвечивается иконка очень большой и в общем здесь у нас стартующий компонент является этот апп-приложение типовой из assembly и если у нас все хорошо то открывается main layout давайте его посмотрим собственно говоря это первый компонент который лежит в папке shared надо сказать что это те компоненты которые будут доступны и видимы из всех страниц и в общем здесь у нас что есть у нас здесь обыкновенный html разметку на здесь меню компонент и вот этот вот body говорит о том что у нас есть специальный тип компонента давайте посмотрим с чего он состоит вот этот компонент base в компонентах sp.net core и у него есть параметр body и в общем то вот этот body рендерить то есть это layout компонент который может замещать себя другие компоненты ладно поехали дальше посмотрим в меню что у нас есть меню меню у нас есть тоже интересные вещи помимо самого html с css а есть еще специальный например на flink это тоже компонент blazer и в общем то сейчас эти компоненты начинают прирастать своим количеством в последней версии появился input файл ну и здесь всякие фишки например вот этот вот если стандартный html event это клик то blazer он клик ну в общем не трудно запутаться в общем будем иметь ввиду ну и что мы давайте для начала сделаем смотрите у нас вот они странички и собственно говоря вот страница counter вот страничка страничка фич дата ну давайте создадим свою какому страничку на которой собственно и будем проводить эксперименты я скопирую предыдущий обзор то это называем с сайс ну в общем будем делать вот такие вот упражнения давайте я вот так и назову тоже xr сайс это новая страничка теперь нам эту страничку соответственно нужно создать чтобы создать страничку как вы понимаете нужно написать ее название и собственно говоря дописать razer создалась новая страничка как ни странно здесь никого контента нету ну и мне первое что нужно начать это обозначить как попасть на эту страничку попасть на нее написав слово ну вернее url так называемый экзорсайз что мы напишем эти напишем h1 и здесь напишем дэма ну давайте по-английски напишем чтобы не тратить время на переключение здесь напишем какой-нибудь давайте запустим приложение и посмотрим что у нас теперь там получилось достаточно быстро стартует он смотреть появилась новая страничка exercise нажимаем ее дэма все отлично давайте попробуем теперь ошибиться с названием странички и я сделал exercise 1 запущу еще раз ну да ну вот сделали обработку красиво получается что не нашли хорошо и давайте эту штучку отсюда уберем попробуем обновить нет не обновляется надо перезапускать ну хорошо что работает проверили кстати авторы в рефреш который обещал microsoft не сработал он работает немножко по-другому давайте о нем ну собственно говоря дальше ну и давайте для начала пробуем такую штуку как автор рефреш давайте запустим его и проверим что наша страничка обновляется я уверяю вас что-то с первого раза не получится потому что это делается немножечко по-другому и так откроем страничку так это нам не нужно давайте я тогда и вот это тоже вот так вот открою рядышком и чтобы было видно давайте даже вот так то есть во первых нужно здесь открыть blazer давайте поставим ну например восклицательный знак сохраним ну и как видите полная тишина ничего не изменилось на сайте microsoft написано что для того чтобы эта штука вся заработала нужно запускать приложение немножко по-другому а вернее нужно запускать через dotnet пробел watch для этого давайте откроем так это давайте закроем давайте откроем консольное приложение я перейду список моих проектов это будет вот здесь это будет вот здесь есть и теперь еще раз вот сюда вот exercise и теперь я напишу dotnet пробел стоп мне нужно сначала enter нажать чтобы перешел а теперь я напишу dotnet watch ну значит dotnet watch run смотрите стартует приложение вот она давайте его а вот так вот пусть будет это сверну это больше нам не требуется а теперь давайте напишем вот здесь так где наша этот exercise страничка смотрите я пишу здесь восклицательный знак три штуки 4 нажимая сохранить и как вы видите само пошло обновилась но на самом деле мне класс не очень быстро ну и надо сказать что она обновится обновилась они на той страничке поэтому мне ничего не видно давайте попробуем еще раз ну например стереть все знаки лишние знаки нажать сохранить ну да вот как вы заметили сейчас это было все в реальном времени то есть какое-то количество секунд все-таки требуется на то чтобы обновилась но тем не менее не требуется из-за изменения html и css контента менять перезапускать все приложение давайте сюда напишем класс какой-нибудь ну пусть будет ну пусть будет демо какой-нибудь а в самой страничке ой в самом классе здесь css напишем здесь демо пусть будет у нас бэк граунд color пусть будет red а color color пусть будет white нет пусть будет white нажал сохранить ну вот смотрите на самом деле ксс обновился здесь обновилась сейчас демо у меня есть в сам этот класс есть но страничка не обновилась давайте нажмем вот так вот нажмем еще раз сохранить будете она до применилась то есть получается что при перекомпиляции при перестарте то есть собирается и давайте посмотрим что у нас там собирается css пересобирается или нет элемент нет мне уже source не нужно с нет она просто перезагрузила то есть не было сборки но нет смотрите-ка но если опускаться в нюансы да как создается этот blazer стайл из . css то это как раз и есть бандал и как вы видите сюда давайте так вот control f демо он не попал то есть перезагрузился только сам css файл где появилась собственно говоря дима да вот он но печальненько я думаю что конечно это будет дальше развиваться и нормально будет работать потом когда-нибудь тем не менее сейчас это пока ну видимо в стадии зарождения ну и уже с этим собственно говоря можно работать и так авто перезагрузку мы проверили работает и так следующее что мы сделаем так давать я наверное отключу вот эти вот все штуки потому что потому что просто отключу и давайте теперь здесь оставим как есть сюда добавим какой-нибудь баттон и на баттон сделаем пресс ми и на пресс ми какой-нибудь ну не знаю давайте вот сюда в текст добавим не сюда давайте вот сюда покажем допустим время текущая да пусть будет вот так и для того чтобы это реализовать нам можно сделать и нужно сделать примерно таким образом нам нужно написать сюда код причем этот код будет как раз на си шарпи что сама радует особенно наверно меня и теперь нужно сделать следующим образом давайте сюда сделаем перемену который назовем тайм здесь мы ее создадим пусть это будет стринг пусть это будет тайм пусть по умолчанию она будет пустая и на клик ну вернее это уже будет он клик потому что мы должны использовать blazer мы сделаем сообщение шоу ну пусть будет тайм хотел написать мозга он ну пусть будет шоу тайм ну естественно это должен быть тоже через razer и давайте проверим работает ли подсказки до работают смотрите мне нужен метод и она спрашивает какой маус мне нужно просто метод хочу можно сказать работает итак у нас тайм ну давайте для начала сделаем что он string empty хотя на самом деле даже этого не нужно делать пусть будет как есть хотя она говорит что не инциализирован просто будет пустое место и теперь нужно вот этот самый тайм передать наше значение дэйтайм но пусть будет to string ну пусть будет d и теперь давайте запустим это приложение отлично переходим на страничку нажимаем press и у нас появилось время но не магия ля давайте что-нибудь еще придумаем но раз у нас есть страничка у нас нету никакого behind а но тем не менее мы можем его заиспользовать итак находим наш этот razer page ой не razer то есть exercise page и делаем следующую штуку мы говорим что на данный момент мы хотим использовать наследование от класса который называется exercise ну пусть будет модуль этого класса еще нет я сейчас буду создавать control c здесь shift f2 я создаю этот файл ну давайте я сделаю вот так вот exercise . razer я просто так называю а вы собственно говоря можете назвать просто как хотите в общем обыкновенный класс зачем я так сделал чтобы у меня сработало вот это вот вложение razer razer cs класс пусть называется как я уже и сказал exercise model для того чтобы у здесь сработало наследование то есть она как бы уже работает но у нас это еще не компонент нужно наследоваться от компонент бэйс как вы видите он лежит к в namespace я спадут net core components я его применяю и в общем теперь я могу сделать что я могу сказать что мне вот эта штука теперь здесь не нужно я хочу передать вот сюда тайм у меня теперь здесь есть здесь у меня шоу смотрите меня здесь правит перемены и в этом как бы собственно как плюсы так и минусы то есть вы можете вот в этом компоненте давайте его вот в этом вот, собственно говоря, в ViewModule, да, модели представления, вы можете хранить свои перемены, которые могут быть скрытые, то есть не хотите их вытаскивать наружу. Само собой, конечно, их никто не увидит, потому что они там не будут видны. И тем не менее, в общем, у меня дело привычки, поэтому я здесь делаю, собственно говоря, ну, это просто паблик, и это будет у меня Time, и это у меня будет GetSet, ну, то есть обыкновенное свойство, в общем, я привык на C-Sharp, я и буду придерживаться вот этой технологии описания на C-Sharp, то есть Time не переносился, Shape не переносился, как бы, теперь это все работает то же самое, ну, помимо того, что у меня весь код теперь находится, как бы, в код Behind, если так можно выразиться. Нажимаем, да, действительно работает. И надо заметить, что сегодня пятница тринадцатая, кстати, это очень счастливый день. Ну, давайте теперь попробуем что-нибудь следующее сделать. Давайте посмотрим, как работает, например, давайте сделаем Select какой-нибудь. Select, да, Select это будет интересная штука. Ну, для того, чтобы был Select, нам нужно сюда вставить Options. Нет, нам нужно представить сюда Options. И эти Options давайте какой-нибудь, я не знаю, о чем мы будем перечислять-то. Ну, давайте сделаем так, Connected, давайте сделаем Disconnected, хотя, наверное, Disconnected должен быть первым. Ну, и, ну, давайте еще один, который будет Connecting. Ну, то есть, какой-то такой статус, да, ну, это даже не столько статус, сколько, ну, не важно, пусть пока будет так. Итак, чтобы сделать из этого, давайте проверим, что тут работает. Ну, отлично работает, да, и давайте применим сюда небольшую порцию классов, ну, от, собственно говоря, Bootstrap'а. Control, нет, не так, чуть-чуть написал. Control, хорошо. Ну, а теперь нам нужно что-то в этот список вывести. Connected, Disconnected, понятное дело. Давайте сделаем это, давайте сделаем Enam, в конце концов, нам никто не помешает это сделать. Public, Enam, пусть называется Status, раз уж так пошло. здесь будет Disconnected, запятая, дальше у нас будет Disconnected, connect, connected, давайте сделаем теперь вот такую штуку и Connecting. Вот такой вот Enam, теперь нам нужно вот этот вот Enam вывести вот здесь. Что для этого нужно? для начала мне нужно сказать, что у меня ну, давайте для начала выведем, а потом присвоим какое-нибудь свойство. Нам вот это вот сейчас теперь не нужно. Теперь достаточно сделать ForEach, ну, допустим, Status In, давайте напишем так вот, этим будем писать по-русски, Item, In Enam Get Names так, у нас тут должен быть статус. И теперь нужно просто сделать option здесь сказать value потому что мы будем переводить значение это будет альтом и собственно говоря и этот будет альтом войти и запустим переключимся exercise да смотрите у нас работает на самом деле не сложно так поехали дальше смотрите раз у нас есть какое-то красивое перечисление у нас их три значения давайте для него сделаем какой-нибудь компонент ну во первых я это вынесу в отдельный файл пусть пока валяется здесь хотя нет это непорядок давайте сделаем папку инфра страча и все что вот вот такого рода мы будем запихивать туда теперь осталось поменять namespace отлично ну смотрите нам нужен новый компонент я предпочитаю делать таким образом я пишу components это будет папка в которой будут мои компоненты для того чтобы она везде была доступна я сделаю таким вот образом добавлю в импорт вот этот вот компонент теперь все что я буду в той папке делать они у меня тоже будут автоматически видны во всех остальных страницах давайте в компонентах создадим какой-нибудь control назовем его статус компонент я предпочитаю называть именно так вернее вот не именно так когда скажем так именно чтобы был суффикс говорящий о том что это за штука компоненты или там сервис или репозиторий но это опять же дело привычки как хотите так и называете и у нас здесь будет а давайте сделаем такую штуку напишем просто спан и здесь поставим какой-нибудь давайте вот так статус будет показан его статуса у нас будет класс то есть у спана будет класс который будет типом статус а здесь допишем кого-нибудь тоже статус да давайте напишем c так вот css статус чё я хочу добыть я добиться хочу следующего что у меня при изменении статуса соответственно этот спан менял цвет на красный желтый например или оранжевый и зеленый в зависимости от того дисконнект это коннект это или там только коннектится и соответственно чтобы это все заработало мне нужно сюда опять же какие-то си шарповские штуки прилепить я опять же назову так вот control c свой shift f2 control в нет я не скопирую давайте напишу статус компонент . си шарп ой забыл написать razor да ну давайте напишем так вот еще . razor кстати так даже лучше вот и теперь у этот компонент является модулом для моего статус компонентом и наследует компонент base вот теперь все красиво лишний уберем и он сложился но на мой взгляд симпатичненько в это же склонны делать как вам удобней и так что мне первое есть у меня есть есть текст компонента вернее вот сам вот этот статус но превратим его в свойства добавим проверим как она работает как как работает си шарпер create property отлично стринг статус отлично сработал но только он создал свойства как раз не в беханде а мне это не нравится я хочу чтобы это было вот здесь хорошо теперь у меня свойства статус есть и она типа стринг отлично и теперь мне нужен еще один статус который называется css это то есть по зависимости от статуса у меня будет меняться еще и его визуальное отображение и так статус у нас стринг хотя он у нас должен быть не стринг а именно статус отлично и теперь у нас здесь что-то не хватает а не хватает здесь вот что так что из-за того что мы сделали класса наследника мы должны его сюда теперь пропихнуть мы должны унаследовать от статус компонент модул вот теперь все должно появиться ну и здесь все таки наверное нужно то есть у меня статуса самого нет давайте сделаем статус на данный момент его пока сделаем css по умолчание в сайт css и здесь сделаем таким вот образом я напишу статус давайте сделаем его по динг ну пусть будет какой-нибудь один ем двое . не поставил очень зря вот ну чтобы было видно что он этот так и ну наверно что наверно все но еще мне помимо этого нужно сделать чтобы у меня был диск коннект ну и соответственно мне здесь нужно написать что background color у меня будет так это дисконнект пусть будет red color будет ну пусть будет white и здесь соответственно то же самое ну почти то же самое конечно так здесь точку запятой ctrl-c ctrl-v и еще раз control-v здесь коннект сделаем green здесь коннект и сделаем какой-нибудь его в общем такие вот классы создал и теперь мне нужно по названию подставлять у меня есть коннект и коннект и конь и дисконнект и соответственно статус будет подставляться сюда и для этого мне нужно сделать следующее мне нужно переключиться все шарфа и сказать что у меня статус будет не set будет вот такой return статус то и его сделать то лоу ну чтобы он маленькими буквами подал смотрите у меня практически получился компонент то есть при изменении типа статуса извином мы будем подсвечивать его бэкграунд и для того чтобы он появился на страничке мне нужно сделать следующее ну во первых давайте сделаем некоторую разметку я хочу сделать вот так вот див пусть будет . roll и вот так вот хочу вот это вот все растянуть чтобы можно было разделить это все но и здесь снова сделаю также и в . roll ну это опять же bootstrap но тем не менее это будет мне кажется нагляднее и давайте здесь напишем h1 какой-нибудь и это будет статус демо платина на них один хедера хедер 2 пусть будет вот а теперь мне нужно сюда подключить мой тот самый компонент который только что создал и он называется у нас статус компания смотрите intel science работает подставить отлично сейчас запустим переключимся вау красиво практически да ну ну почти работает так давайте сейчас наверно лишний вот это вот все шнягу уберем ну в смысле контент вот а статус делаем вот так ну видимо вот так и давайте теперь сделаем следующее для того чтобы не подменить статус мне нужно здесь этот как раз статус поменять но как вы понимаете свойство статус у нас есть вот это вот нет давайте здесь что-то лишнее вот свойство статус у нас есть в 12 вот она но она у нас никак наружу не видится для того чтобы у нас в главном да в парень че так называемым увиделся вот этот вот компонент его значение вот этот вот но мне нужно сделать следующее мне нужно перейти в статус компонент то вернее мне нужно перейти в сам компонент нет и в этот сюда и поставить атрибут который называется параметр то есть мы я тем самым говорю что этот атрибут то смысле что это свойство теперь у меня видится наружу и открывая сосаясь давайте вот так вот и теперь начинаю писать статус и вот он появился и теперь я могу сказать что мой статус давайте прям наживо на мертво его пропишем вот так вот собака статус и пусть будет ну допустим коннектинг да как будто бы ему вот его включили нажимаем control f5 запускаем без дебага чтобы быстрее запустился переключаемся смотрите-ка все желтое нихрена не видно но тем не менее работает давайте поправим не сильно желтая какой-нибудь там orange да пойдет orange лучше гораздо еще раз запустим проверим правильно ли там написано строчкам до коннектинг все все правильно ну и теперь соответственно если мы сюда напишем connected и запустим еще раз то это тоже работает и давайте я чуть-чуть поправлю код я скажу чтобы это был у нас код кол так и мое и control f5 ну вот теперь как бы все видно ну и раз мы уже сделали перечисления и даже использовали тот самый статус давайте сделаем это таким образом чтобы мы переключали здесь это самое переключение той то есть перечисления и она влияла на статус для этого нужно здесь создать свойства статус но только уже в смысле в этом так здесь уже нам тайм не нужен давайте напишем статус соответственно статус убьет сет это свойство уже находится в головном в паренте так называемом компоненте это уберем и теперь ну давайте сделаем так паблик лист стринг и это у нас будет статус с гет сет они зачем нам геттс нам нужно сделать только один гет который сделает ритурн статус дед давайте так сделаем и нам гетт нэмс и статус напишем и вот так еще такс мы здесь получаем мы здесь рэй получаем ну давайте сделаем рэй лист рэй пока нам это не принципиально таким вот образом ой ну конечно сказал и не сделал ну или давайте напишем по-модному вот то есть у нас есть какое-то перечисление теперь мы можем вы здесь использовать напишем select пока сделаем вот так здесь делаем for each war item in статус с давайте по вот так вот напишем а тут у нас можно так написать статус с и теперь есть сделаем option велю пусть будет нет давайте так как в этом переменную использовал хай там хорошо пусть будет айтам и само значение тоже будет айтам хорошо и теперь можно запустить проверить что работает выпадашка на не очень красиво но это нормально давайте здесь делаем гиф кол вот таким вот образом пусть они просто рядышком стоят ну и еще немножечко красоты для начала сделаем класс равен форм control ну пока так как-то давайте вот эту штуку вынесем наверх это на вине 7 вниз обернем все в контейнер ну да пусть будет так я тут поправил для красоты но и в общем то что нам теперь нужно сделать давайте запустим проверим как это выглядит потому что все таки эстетическая сторона имеет значение да нормально но как видите у нас сейчас выглядит красиво но толку никакого нет теперь давайте при изменении вот этого вот статуса будем подписываться на его изменения для этого нужно написать он ченджет нет ой он чендж напишем selection selection ну пусть будет ченджет какой нибудь и это будет метод давайте его создадим где он его создаст да он создал здесь это неприемлемо для меня вы делаете как вам удобно перейдем во в модуал так называемый создадим обязательно сделаем публичным здесь мы получим ченджет вент арк это потому что у нас изменение пришлось тмл ну и здесь что собственно грана нужно сделать нам нужно написать var value то есть получить это значение из аргумента аргумент аргумент value давайте сделаем to string потому что это object и теперь это и value нужно привести к нашему статусу да для этого нам нужно написать статус равен и нам пусть будет парс тип конечно же статус значение будет в элью ну а если оно будет пустым тогда пусть будет диск он ну то есть вот такой вот вариант диска не вот так вот ну и смотрите сейчас у меня когда статус изменится сюда придет значение давайте проверим кстати как работает бряка да то есть еще вот не проверял запустим эту штуку попробуем изменить статус ну помню что плохо работал breakpoint и смотрите как быстро и так вы ли мы получили connected отлично стартуем по смотрите-ка у нас уже все заработало я могу бряку отсюда убрать и у нас все заработало ну как вы понимаете все вот это вот обновление как бы на себя берет сам blazer и это на самом деле круто ну ну в общем как вы видите все это поменялось и не просто поменялось то есть как это сработало у нас exercise model который является парентом то есть самым главным у него есть свойство статус мы изменяем в нем выпадающий список который меняет этот статус а для отображения этого статуса используем компонент который называется статус компонент куда в значение статуса привязываем статус от текущего компонента ну вот чтобы не сильно путаться я бы сказал у компонента статуса нужно вот этот вот переназвать я бы назвал current какой-нибудь статус например ну-ка проверим как работает переименование да сработало то есть current статус у компонента статус мы ставим в статус который является свойством у модели статус ой в смысле у модели exercise model ну что пришло время попрощаться но перед этим в качестве заключения хочу сказать следующее blazer меня очень сильно интересует потому что один раз microsoft уже предоставила возможность всем разработчикам c-sharp писать UI интерфейсы на c-sharp это был silverlight и сейчас открывается более мощные более продуктивные перспективы которые собственно говоря построены не на собственных реализациях microsoft а на стандартах международных например web assembly и так далее и тому подобное на самом деле это будет очень круто я прошу вас описать в комментариях и сказать насколько удобно было подача материала может быть имеет смысл что-то изменить или добавить дальше все это сводится к тому что когда я показываю конкретную часть какого-то действия то за кадром остается такие нюансы например как логирование дебаг там watch вот этот самый сегодня я попытался на самом низком уровне показать что из чего и как состоит в процессе разработки для blazer ну и на этом наверное будем прощаться всего доброго и спасибо за внимание вам удачного кодирования и пишите правильный код удачного кодирования